Вещайте. А что вещать-то? Профешена, что он там облизывал. Кисточки на стихи. Да, на стихи на облизывал. Не, я не хочу купить. Давай. Сейчас будешь что-то рассказать. Мой человек, да? Не, не верю. Фешен. Я думаю, интересно, он сменил фамилию. То, что он в Америке фичин был. А на Руси был фешен. Чтобы не быть слишком модным? Выходит, что да. Чтобы не быть фешен? Что там? Ну, а что вы думаете? В общем, да. Ну, да. Вот, несмотря на всю дрызганность вот этих вот, ну, мазков, казалось бы, ну, пятна-то, пятна у него читаются все. Вон, у него вот, например, газета и стена по тону отличаются. То есть, он чувствовал вот эти вот вещи. Там кофточка и окно, например. Да? Ну, да. Вот, чуть-чуть темнее, да? Ну, да. Да и бумага вот эта темнее. Вот так, ну, чуть-чуть теплее, как будто. То есть, прищелится, видно. А вот тоже насчет локального цвета, да? Вот, например, лицо. Не, ну, вы посмотрите. Это, кстати, хорошая печать вот в этой книге. Вот лицо он пишет. Серое, да, какое-то? Ну, да. Он какой-то вообще там серое. Ну, какой холодный. У него освещение теплое, а тени он холодные сделал. Вообще, это, мне кажется, его какая-то вот такая... Просто здесь вот именно поезд был. Такой прям холодные тени. Причем у него и освещение это довольно холодное. По сути. Холодное холоднее. Да. Холодное холоднее? Как? Холодное и холоднее. Да? Ну, вот у него, я смотрю тоже. Вот смотри. Вопрос, да, такой. Вот здесь вот освещение холодное, да? Немножко таким... На руке, да? Ну, да. Такой грязновато-фиолетовый оттенок. А вот здесь тень теплая. Получается, что освещение холодное, тень теплая. Ну, да. А на лбу, например, у него тень холодная, а освещение, значит, теплое получается. То есть, он смешал. Да. Но ему можно. Случайно или он? Ему можно. Красиво. А почему ему можно, а нам нельзя? А я думаю, потому что... Всем можно. Всем можно. Всем можно. Он просто экспериментировал. Он такой подумал. Ну, а что, если я вот так вот хоп сделаю? Угу. Ну, он как бы покусился, собственно говоря, на... Как сказать? На самую основу основ. Ну, на контекст освещения. Угу. То есть, он на руке сделал один тип освещения, а на лбу сделал другой тип освещения. И мы смотрим. Из-за этого у нас кажется лицо синим, холодным. Вообще мертвецким таким, да? По сути, лицо. Если бы не розовые щечки. Да. Он только розовыми щечками он немножко как бы скрасил это. Он почувствовал. Ну, он экспериментировал. То есть, если бы он все лицо сделал холодным, то оно было бы вот как... Не свежа. Ну, не свежа была бы. Точно уж. Да. Совершенно. Здесь черный. Но я думаю, он пробовал на прочность вот этот принцип. Скорее всего. Я думаю, он неспроста это делал. Вот это вот. Неспроста. Он попробовать решил. А что, если я сделаю ей лицо холодным? Может, он где-то слегка там увидел какой-то холодный там рефлексик. Он такой, о, давай я всю тень там сделаю холодной. А что, если это сработает? Он такой, о, дай-ка я построил песочный замок. Вдруг он прикольный будет. Из глины? Да. Ну, из глины какой-то. Вдруг он прикольный, а я из него потом что-нибудь нормальное слеплю. Ага. И вот он сделал. А чего? Кому он чего должен? Он только себе должен, как художнику для своего развития. То есть художник никому ничего не должен, да? Ну, пускай люди ходят и... Восхищаются. Или там, или плюются, например. Скажут, ой, ну все, что-то за труп он нарисовал, например. Или восхищаются, или не смотреть. Да. А есть третий вариант. Третий вариант есть просто понять... Нет, понять вообще, как ход художника, мысли, вот он шел. Ну, если вы художник, то для вас, наверное, это так и надо, да. Вот я, например, по выставкам хожу, у меня не празднует интерес там, я не просто смотрю там, эти, уточки там, курочки там, цветочки какие-нибудь, да. А я такой смотрю, вот, я такой к краешку картины подхожу, думаю, о, так он сначала сделал так, а потом сверху прожил так. То есть у меня вот эти, как бы, моменты, которые он решает. Он когда-то решил, а я этим запиться, я такой, а дай-ка я попробую себя так сделаю. Учишься у него, да? Ну да, конечно. А чтобы, может быть, вот такую, такой финт сделать, это, может быть, вся жизнь, вся жизнь нужна, чтобы, да и то, может, не хватит жизни, чтобы понять какие-то вещи. А у него тут вот перед тобой картина, да посмотрел на него и срисовал. В конце концов. Все равно ты так не срисуешь, все равно ты как-нибудь по-своему это сделаешь, да. И чего и нормально. Это, кстати, не говорит о том, что он не понимал целостность освещения. Вот я вот к чему говорю. То есть другой скажет, да что он там сделал такое вообще там это, вот, синюшное лицо сделал. А он просто экспериментировал. Он не думал о том, что кто-то через сто лет будет его там ругать там или что-то еще. Да ему наплевать вообще было. Ну, как и художнику, по сути, по-нормальному. Ему, на самом деле, вот если бы Ван Гог, например, думал о том, что ему все время что-то кто-то скажет, ну, кроме Гогена, конечно, да, вот. Он, наверное, не сделал бы таких смелых работ, да. Или там, а сколько Матисса ругали. Его просто там, не знаю, просили только благодаря Щукину. Он смог купить особняк. Смог купить особняк. Да и то, там, и Щукина застращали. Там, заказал картину, такой, уехал без картин. Потом все-таки, а, дай-ка я куплю эту картину заново. Ну, танец, да. Ну, ладно, это так. Да просто болтомня какая-то. А чего у нас интересненького есть? Ну, там. О, картина увеличенная. Увеличенная. А, ну да, ну да. Не, ну, кстати, кстати, вот я смотрю вот здесь. Он, да, возможно, возможно, это у него просто холодные какие-то рефлексы. Но здесь я не вижу ничего такого сильно холодного, что могло бы дать ему такие на щеках там. Ну, может быть, из окна какой-то рефлекс там. Но из окна тоже направление непонятное. Ну, то есть вот есть ощущение чуть-чуть переизбыточности холодного этого лица. Хотя, у него, на самом деле, я смотрю, он вообще этим играется. Вот у него тоже здесь. Он сделал холодную, да, тень, такую синеватую там. А вот этот вот, а вот этот серый, он смотрится уже теплее, чем вот этот вот, да, например. Или здесь вот, например, там какой-то. Ну, там типа рефлекс, наверное, может быть на спине холодный. Но все равно как будто тенью смотрится. А здесь теплая рука. А вот здесь теплая тоже рука. Ну, да. Вообще, на самом деле, мне кажется, возможно, для него это не было... Ну, то есть он выходил за счет других каких-то вещей. То есть не за счет того, не за счет целостности... А, кстати, я думаю, да, у него немножко другая фишка была. Что он целостный, а не целостная картина. Но все равно они как бы вот как бы работают как целостное произведение. То есть они все, они все у него очень цельные работы. У него ничего не вываливается, по сути, да. Ну, вот он здесь вот немножко там у Вари Адаратской, там у него просто он... Ну, акцент он просто взял да поставил. Просто он их, да, вот он вот там цветочек там, это, это, да, там губки у нее. Сразу раз и щечки губки у него, да. Чтобы на щечки на губки, вот внимание, и там тоже красненькое сделал, например. Он просто акценты грамотно расставил. У него целостность, она за счет другого в основном. У него целостность за счет вот этого, то что вот увеличено, за счет единой фактуры в том числе. Но главное за счет того, что у него проникновение всех цветов во все. То есть взять вот отдельно кусок какой-то, там и теплый, и холодный, ну как бы да. И вот эта вот живописность, она у него такая, она как бы придавала целостности. То есть то, что все цвета проникали один в другой. Вот. Но были моменты, когда он красит, например. У него вот, например, на лицах кое-где он как бы разравнивал. Но он, я думаю, знаешь, почему он это делал? Потому что... Вот он, например, девочек каких-то, да, девочек, там, молодых, там, юных. Мальчику понравилось. Нет, он хотел показать мягкость кожи. Просто мягкость кожи при такой технике, как ты покажешь. А он брал и так вот затирал, зализывал, там, мастихинчик облизывал, растирал, там, пальчиком растирал. Вот. И ощущение того, что вот у него много работ есть таких, где кожа замазана. Все остальное, вот оно такое мессиистое, такое красивое. А с кожей он боялся иногда такое делать. Ну или не знаю. Не знаю, почему он это делал. Вот сейчас попробую найти такие картины. Когда вот он, там, автопортрет свой делал, ну или вот там, какую-то там, да, там, свою, эту самую, круто. Вот когда он Ленина делал. И, ну, там, он не заморачивался, он не размазывал его. А вот когда он какую-нибудь такую вот, вот такую там делал, да, такую с кожицей, с такой, с нелитой, как яблочко, он там ее размазывал, все это разглаживал. Но здесь вот, может быть, не так сильно. Сейчас попробую найти. Где-то у него уже были вот эти вот заглаженности. Ну, такие сладкие картинки у него были, были такие маленькие. Не знаю, есть здесь или нет, так я не помню. Нет, здесь что-то мало картинок получается. Странно. Что-то почему-то здесь нет этих картинок с этими заглаженными, с такими. Ну, в общем, вы поняли. Да, мне так хочется найти какое-нибудь заглаживание. А здесь, как назло, всех подобрали таких рельефненьких. Ну, да, нет ничего. Ну, ладно. В общем, о Фершине можно много говорить. И изучать его можно, и полезно его посмотреть. А вот этот? А это? Густав Климп? Да. Ну, он гениален просто. Тот человек, который смог декоративность с импрессионизмом соединить. Причем так. Ну, во всяком случае, в этих пейзажах. Пейзажах, да? Просто. Просто, я не знаю. Это... Ну, ладно, Мане, он там все делал в этом. Ну, здесь оно есть. Ну, нет, здесь он еще не заглаженный. Там у него вообще такие картинки есть. Он вообще просто очень сильно. Такой прям... Фидоскино такой, можно сказать. А здесь вот интересно, что Климп, вот насколько он, конечно, маэстро. То есть, он в любой среде мог вообще плавать. Извините. Вот это вот практически чистый импрессионизм. Вот это вот. Да. Да. А вот сейчас, кстати, говорят, вот импрессионизм. Я художник-импрессионист. Вот я смотрю там. Смелый мазок и побольше краски. Да. Вот что такое импрессионизм? А, еще не ровный контур. Да. Ну да. Когда там все размазано, это типа импрессионизм, что ли? Ты импрессионист. Ну да. Ты там мазочки делаешь такие кривые, ты типа импрессионист? Угу. Да нет. Просто ты кривые делаешь мазочки. Например, да? А импрессионист, это уже работа с тоном, с цветом, особое понимание. Ну, я, кстати, вот об этом говорил в прошлом видео, по-моему, да? Не помню. Когда мы монеты, про монеты, когда с книжечкой. Ну да. А вот где он любит, вот ты ругал там Лену за ее любимые зеленые цвета? Смотри, ну вот это вот прям импрессионизм. Да, ну это во фонг. Ну смотри, вот это вот, прям вот он как, вот он... Серым закрасил. Да, он розовым просто, да он розовым только смотрится, этот цвет. А потом бирюзовым, ляп-ляп. Вот этот бирюзовый, он просто раскрывает вот этот розово-фиолетовый розовый оттенок. Такая красивая, красивая. Да он маэстро, просто маэстро. А вот это вот, сейчас, где тут был-то? О, ну... А здесь... Зеленый. Зеленый. Не, он много зеленого, у него столько зеленого. Зеленый, ну да. Здесь прям такой красивый. Ну вот Климтон интересен тем, что он всегда, вот у него, он искал как бы связь, в том, в чем, что вообще совершенно противоположное по своей сути. Декоративизм и реализм. Да, вот это... Ну да, но это очень тяжело, это как бы связать. Вот это вот... То есть, либо у тебя в одно заваливается, либо ты в декоративность уходишь, либо ты уходишь... Да. То есть, если ты делаешь декоративность, у тебя сразу воздушно-пространственная среда пропадает. Угу. Все. Пропадает она, воздушно-пространственная среда. Среда уходит, а у него не уходит. Ну, потому что потом он все правильно делал. Почему? Ну, у него баланс какой-то. Это вот как по лезвию бритвы. То есть, это вот настолько тонкая грань... То есть, если его тут сильно не видно на каких-то... А, нет. Ну, как это не видно? А вот увеличь. Посмотри. Ну, кстати, хорошая книжка. Вот здесь вот, верхушку деревьев. Посмотри. На верхушку я про ствол что-то говорила. Ну, ствол-то он экранирован. Ну, ладно. Под деревом. А верхушка-то, смотри, холодненькая чуть-чуть. Да. Тут еще какие-то зеленые пятны. Да. Да. Кстати, насчет зелености деревьев. Да? У него этих зеленых цветов там по пальцам можно сочетать. Это весна. Здесь еще нет зелени. Это верх. Но все равно есть ощущение, что оно зеленоватое уже такое. Вот здесь вот, например. Вот это, например. Я понимаю, что это какое-то хвойное дерево. Оно зеленое. Оно... Но оно здесь вообще не зеленым написано. Ну, просто голова знает, что это зеленое. Хотя траву... Вот он... Он брал, например, что-то гасило, что-то как бы... Его, например, поразило... Он поразило, да? Вот здесь вот, например, я просто вижу, что его поразило. Вот его поразило, что... Трава. Что вот эта зеленая трава, она настолько ровная и плоская, и на ней как красиво смотрятся вот эти вот стволы. Как это здорово смотрится, вот эта графика. И он эту картину, он ее поэтому неживописно сделал, по большому счету. Он в тональности просто. Он тональность подогнал хорошо. И тонкие тональные отношения он сделал. Например, там кроны и стволы, да? Они немножко отличаются. Вот. Он три больших тональных пятна сделал. Ну, четыре, включая деревья, например. И все. И у него как бы... У него работает вот этот силуэт. У него силуэт. Ему понравился силуэт. И он... У него целостность, она не за счет того, что он рефлексы какие-то делает, еще что-то, связки цветов. А он делает за счет вот как бы решения всего. То есть у него пластическая целостность получается. Это тоже целостность. Вот. А здесь он... Ну, да. А здесь он просто взял и... Скажем... Это Сезан чуть-чуть, да? А почему Сезан? Потому что вот контур пошел, да? Вот здесь у него никакого контура нет. Он пятном работает. А здесь он взял... Он импрессионизм взял... А не, ну, здесь он прям... Ну, конкретно даже по колориту Сезан практически получился. Вот. То есть это доказывает то, что он и на одном месте не стоял. Он искал каждый раз. Да. А это вообще... А это вообще... А это вообще какая ритмика... Ну, да. Надо понять... Надо просто понимать, где он... Вот здесь он, например, реалист. Угу. Там... Вот здесь он там, скажем, импрессионист. Да? Ага. Он себе примерил... Как бы разные рубашечки. И все у него хорошо. Причем он здесь реалист с декоративным уклоном. Вот это вот, видите, там... Это просто гениально. Такие красоты, да? Силуэты. Вернее. Они, по сути, сделаны как акценты. Красные листья, да? Там или плоды какие-то, яблочки, не знаю, там висят. Но они незаметны, если ты на картину смотришь в целом. А когда приближаешь, то ты видишь вот этот нюанс, что он насколько с зеленым работает, что он... Сделал бы чуть светлее яблочки, вылетали бы. Сделал бы темнее, вообще бы сливались. А он настолько вот эту тональность чувствовал. А посмотри, как он, например, задний план усадил тонально, да? Это же вот по сравнению с этим и с этим. То есть вот это оно сидит, но между ними разница просто минимальная. Угу. То есть насколько у него вот эта чуйка тональная. Тональная толка, да? Да. И он экспериментирует, да? Да, он, например, не сделал. Вот, например, просто ученик, он бы сделал передний план ярче. Ну, раз у тебя в реализме это делаешь, то просто берешь конкретнее, ярче, там, насыщенный передний план. Нет. Он передний план загасил, а насыщеннее у него вот эта зеленая полоса. Получается. Вот эта, да? Да. Такая более чистая, более чистая. Вот эта более грязная, скажем так. Да. Это уже... Это немножко с красненьким. Это... И получается, что как бы по идее-то наоборот надо было бы сделать, если ты в контексте реализма работаешь. Ну, да. Там различная перспектива, да? Все такое. Ну, да. Там дальше это все... Ну, он какой-то баланс такой нашел, что все сидит, все нормально, все... Как бы вот работает. Вот. Вот. Ну, ты это просто вообще-то такой гениальный. Драпировку, да. Ну, ведь посмотрите, вот он пишет воду. Да. Ну, вы что думаете, вот он прям вот так вот это было? Ну, рябь была. Ну, рябь была, но она прям вот ярко-зеленая была на каком-то таком. Ну, иногда бывает кажется, что море бирюзовое. Ну, да. Ну, вот откуда он такой зеленый взялся? От неба он не мог такой быть, например, да? Ну, это явно рефлексы. Он просто взял и оттенок рефлекса поменял, он может быть в реальности голубой был. Ну, может такой быть, да? А он взял такой, хопа, а почему бы не сделать такой, например? Микроорганизмы. А если бы он сделал голубой, вот здесь уже много голубого, все... А он, например, зеленое облако там сделал. А здесь, да, тоже чуть-чуть не было. Да, зеленое. То есть, зеленое облако, ну, уж сто процентов вот около горизонта такой ярко-зеленой бы не было. Но он это сделал, потому что он рифму искал. То есть, он не сделал бы его, все, у него вверх отвалился бы от нижней части. Нет, тут это вода. А? Где вода? Нет. Ой, я думал, это небо. Я думала, это вода. Там просто внутри, она шуршавая, там гладко, а это небо серое. Слушай, ну вот смотри, а вот так вот, если посмотреть, то ощущение, что линия горизонта ниже вот здесь проходит. Ну, может быть и так. Ну, тоже прикольно же, да? Тоже может быть, например. Да, может быть. Какой-то бывает у горизонта такой. Да. Я что-то, да, тоже, я сбоку смотрю на картинку, может я ее не увидел. Но все равно, у него как бы в верхней части работы ответка для вот нижней, да? То есть, если бы в этом месте не было бы ничего зеленого, у него вот эта вот, ну да, какая-то гора тут. Причем он, как он работает с этими краями, вот здесь вот просто. Кряненькие, да, чуть-чуть? Ну, он, да, у него поворот, поворот формы, вот он их холодненьким делает. Он по краю, да, бирюзовым? Ну, мне кажется, типа, бирюзовым, голубоватым немного. А это чего? Это недокрас? Ну, я думаю, если с этой стороны такой же. Ну да, похоже, да. Возможно, он, да нет, я думаю, он не оставил бы такого. Это явно сделано специально. Ну, просто в качестве его, да. Он решил, как сказать, вот все привыкли в золотом сечении там делать, да, вот в этих точках, где-то ближе к середине. А он взял акцент и вообще приклеил просто к краям, по сути. Он, вон, акцент взял. Ничего, работает у него. Работает, работает все. Ну, Климт, это вот художник. Вот это, может быть, это не самая лучшая его работа, конечно, у него и получше были. Вот. Но у него, кстати, лучше есть вариант вот этой работы, по-моему, где-то выставка. Ну, вот здесь вот тоже он такой классик, такой. Классик такой. Реалистично, да? Да, такой на Левитане, я тоже думаю, после обучения у Саврасова. Так все разложено, там это все у него сидит, все по тону сидит, все это перспективочка. Но все равно он не может без декоративности. Не может без декоративности. Видимо, у него вот эти тоже. А вот такие опять зеленые. Вот опять зеленые, да? Ну, оно, вот смотри. Вот он зеленый, зеленый. Но какой он зеленый? Зеленый-то зеленый морозик. Можно взять просто у кисю хрома замазать. Нет, извините. Он все мерцает. Он сложный зеленый. Вот это сложный. Мерцающий зеленый. Ну, ладно, наверное, хватит. Ну, его можно долго смотреть, если он вообще шикарный штрих-код получился. Он предосхитил штрих-код. А вот это, да? Да. Ну, смотри. Вот он сделал, в принципе, в реалистической. Да. То есть он все вот выстроил, а вдруг бац, декоративный кусок сделал. Но это то, что касается вот его поцелуев, вот этих самых известных, да, работ. Ну, да. Он там только наоборот сделал. Здесь он сделал декоративного меньше, а это только пейзажи здесь кишечка. Здесь он сделал декоративный кусочек, маленький, а большой реалистичный. А поцелуи он наоборот сделал. Баланс. Ну, да, кстати, интересно. Я думаю, это тоже поиск, потому что он не должно быть в равных количествах. А вот здесь, да, такой ствол прям наносил, да? Такой прям. Ну, да, вот что он здесь видел? Я не знаю. Я не понял, что это ствол, я думал, это кто-то стоит. Бук. А мне кажется, что он как художник, он просто был поражен, что этот ствол, это целый мир, это же пейзаж. Посмотри, это просто небо, море. Ну, да, я сразу и не пойму, что это ствол. Ну, да, причем, да, причем, контраст такой, да, получается, вот это вот, такую, как нога какого-то, не знаю, великана какого-то, а здесь такой пейзаж, но он такой драматичный немного, но ощущение пейзажа. То есть пейзаж пейзажа. Угу. Вот. Почему бы это не воспринимать, например, не как ствол? Это же можно воспринять как просвет между деревьями. Там какого-то еще один мир там какой-то. А там, да, этот мир. Хочешь ты его, хочешь ты вот это пятнышко, хочешь воспринимая его как пятно на коре, хочешь как закат солнечный, там где-то проблеск. И пена на воде на темной, да? Да. Но человек, который идет по выставке, он будет искать, он увидел, например, вот это дерево, да еще и увидит там подпись, там, бук, например, он скажет, ну а что там намазано там, такой, мог бы поаккуратнее там, предположим, сделать, что-то черным все намазал. А где там изысканность, тонкость, веточек, листиков? Да ему не важно было это, ему вот он нашел, у него то, что его впечатлило, вот он и сделал. А здесь, вот он, здесь он вообще просто, я не знаю, вот это как вот стекляшечки такие, вот у детей этот скоп, как он? Калейдоскоп. Калейдоскоп, да, калейдоскоп. Вот, я не знаю, вот он может быть посмотрел, увидел там что-нибудь такое. У него же друг, не помню там, кто там изобрел там этот микроскоп, да, и он, почему он начал эти всякие штучки там, закорючки делать. Он увидел, как клетки, для него это было… Кружочки с точечками. Ну да, кружочки с точечками. Вдруг увидел какой-то мир, который у него вообще мимо, рядом с ним все время находится, он его не видит. Там кружочки какие-то, закорючки, что-то бегает, там, прыгает. Вот. И мне кажется, он настолько это поразило, что он вот этот мир, он его и переносил свои впечатления просто на обычную. Здесь тоже как будто клеточный мир какой-то там. Какие-то там клетки такие, да. То есть это же можно тоже с точки зрения философии это все. Но он сильнейший художник. И то, что вот людям больше известна его вот эти вот, больше известна его работа типа поцелуи там… Потому что фиалит больше, да? Ну она, да, она более такая… Как она называется? Поцелуй называется. Ну такие, такая пара, да. На коленях там двое стоят. Вот. Вот. Она как бы не показывает его… Ну она и является каким-то, да. До свидания.